Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Президент Украины Владимир Зеленский не будет на нем присутствовать, если лидеры блока не проявят мужество. Об этом в интервью Рейтер заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовкова. Президент не поедет на саммит, если лидеры будут демонстрировать дефицит воли, дефицит мужества. А Украина со всем своим мужеством и волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией. Киев ожидает, что на саммите НАТО лидеры Альянса ответят на заявление о вступлении в НАТО, поданное 30 сентября 2022 года. Украина рассчитывает получить конкретные решения относительно своего будущего в Альянсе, а также гарантии безопасности до членства в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Если Альянс хочет быть мощным и не видит своего существования без Украины, это справедливо, что мы хотим получить хоть какую-то модальность нашего будущего в НАТО, какие-то конкретные вещи. Мы о таких конкретных вещах и просим, мы не говорим о сегодняшнем членстве. Я еще раз подчеркиваю, мы адекватное государство и мы понимаем, что во время войны мы не можем быть членом НАТО, но мы должны быть уверены, что после войны мы там будем. И именно такой сигнал мы хотим получить, что после войны Украина будет членом НАТО. Союзники Киева расходятся во мнениях относительно того, как скоро Украина может стать членом НАТО. Но после мятежа ЧВК Вагнер и похода Пригожина на Москву, когда высшее военное политическое руководство Федерации продемонстрировало свою неспособность справиться с кризисом, многие колебания союзников могут быть устранены, считают эксперты. Поэтому я считаю, что именно в Вильнюсе, именно после недопутча Пригожина нужно продемонстрировать свою силу и пригласить Украину к вступлению в НАТО, к переговорам. Это будет новая эпоха, когда НАТО, Украина вместе начнут формировать повестку в нашем регионе и готовить Россию к тому, что придется ставить под контроль ее ядерное оружие. Потому что именно Украина и НАТО будут этим заниматься, а не Кадыров, Пригожин или еще какие-то бандиты. НАТО следует рассмотреть возможность вступления Украины в альянс без выполнения требований плана действий по членству, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В конце концов, у них самые опытные сухопутные войска в Европе. И, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от плана действий по членству. Но, конечно, мы должны учитывать реализм в этом пространстве, что сейчас в НАТО 31 член, и, знаете, мы должны двигаться все вместе. Но да, направление движения должно быть в сторону членства в НАТО. Премьер-министр Эстонии Каякалас уверена, во имя мира в Европе члены альянса должны объединиться и принять совместное решение. Единственное, что может положить конец циклу агрессии против её, России и соседей – это членство в НАТО. Поэтому для мира нам нужна Украина в НАТО. На саммите в Бухаресте союзники договорились, что Украина станет членом. Это не должно оставаться пустым обещанием. Что нам нужно сейчас, так это определить практический путь для достижения этой цели. И мы должны послать сильный сигнал надежды украинским солдатам в окопах, что с приближением членства в НАТО они ведут свою последнюю войну с Россией. Поддержка Украины станет приоритетом предстоящего саммита альянса, заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Союзники согласуют многолетний пакет помощи и сумеют приблизить Киев к полноправному членству в НАТО. Я абсолютно уверен, что на саммите в Вильнюсе союзники найдут общий язык и в вопросе о том, как решить проблему стремления Украины к членству. И мы должны помнить, что союзники на самом деле согласны с очень многими важными идеями и позициями в отношении Украины и членства в НАТО. Мы все согласны с тем, что двери НАТО открыты. Недавно мы продемонстрировали это, пригласив Финляндию и Швецию. Мы все согласны с тем, что Украина станет членом этого альянса. И мы все согласны, что именно союзники по НАТО и Украине должны решить, когда наступит время пригласить Украину стать членом альянса. На пленарном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции президент Украины Зеленский подчеркнул, нужно, чтобы все наши партнеры в альянсе перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений. Ведь победа Киева освободит мир от проблем опасной Москвы. Как полноправный член НАТО, Украина гарантирует мир и свободу в регионе, уверен Владимир Зеленский. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин. Для телеканала Freedom.